Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness, я его ведущий Кравцев Сергей. Сегодня мы поговорим о таком состоянии, как наличие двух типов личности, и возможно, когда они достаточно ярко выражены. Это ни в коем случае не шизофрения, ни в коем случае не раздвоение личности, вот, как в этом фильме. Сплит. Сплит назывался этот фильм. Нет, ни в коем случае. На самом деле, даже с точки зрения некоторых психологов, психотерапевтов, считается, что, соответственно, наличие множества типов личностей смешанных делает нашу личность более сбалансированной. Ну, конечно, если эти типы личности, они как бы уравновешивают друг друга, да, то есть, если в шизоиде есть эпилептоид, то там какая-то логика где-то уже будет отслеживаться. Если, допустим, у нас, ну, в нарциссии мотив – это прям, ну, маловероятное что-то, но вообще, как мне говорил один мой коллега, причем он был именно врачом-психиатром, в общем, даже если вы этого никогда не встречали, не стоит зарекаться, что вы такого сочетания не встретите. Поэтому, соответственно, всякое может быть. Для нас здесь интересно вот что. Ну, во-первых, мы должны понять, как формируется такой феномен. Ну, конечно же, тут еще и генетическая обусловленность, да, строение нейронов, мозга, все вот эти сложные вещи. Но есть и простой момент, как объясняется, как, допустим, вырастает в эпилептоиде шизоид. Вот растет у нас маленький эпилептоид, в нем все ясно и понятно, да, вот все проявления, может быть, даже на ранней стадии, аккуратный ребенок и так далее. И мама начинает давать ему шизофренные, генные такие указания. Как это выглядит? Ты можешь сходить на улицу. Да. Давай, давай, иди на улицу. Иди. Ты же просился на улицу, ну иди на улицу. Иди. То есть, что так, если я так говорю ребенку, что это подразумевает? С одной стороны, это подразумевает то, что, в принципе, я ему в устной форме разрешаю идти на улицу. А с другой стороны, судя по моей реакции, на улицу идти нельзя, но хочется, но нельзя, но вроде бы разрешили. Понимаете, вот такой вот разрыв в сознании, он, такие шизофренно-генные команды, они очень часто приводят к тому, что вплоть до шизофрении развивается у детей. И это один из примеров. Если вам данная тема интересна, напишите мне в комментариях, мы ее разберем подробнее. Но суть в том, что это абсолютно научно, что в человеке как минимум там 2-3 типа личности будут находиться. Но они находятся в неровном распределении. То есть, конечно же, есть доминирующий тип личности, который вот прям ярко видно. Есть вторичный, который идет, ну, как бы фон, третичный, там кто-то, там есть какие-то учения, когда там разбирают вплоть до 8 типов личности и больше, да, то есть, какой поочередно идет за человеком. Но это все находится в стадии изучения. На стадии такой вот базисной психологии, я это называю прикладной психологии, когда вы, соответственно, можете, что вы можете применять в жизни, да, не в больнице работая, там, уже с акцентированными людьми, там, или, может быть, с психиатрией. Это все очень-очень сложно, этому люди учатся в институте. А то, что нужно для вас, для того, чтобы настроить отношения с мамой, с мужем, женой, братом, сватом и так далее, может быть, на работе применять с сотрудниками эти знания, для вас достаточно понимать, что вот выявить главный тип личности, вторичный, ну, может быть, третичный, там, если вы что-то найдете, это будет вообще шикарно. Как это проявляется? Смотрите, у нас есть, к примеру, какой-то, вот, давайте представим, образ брутального байкера. Опять же, это на мультяшках, это очень утрировано. С одной стороны, нам показывают такого, да, если мы возьмем в каких-то фильмах его, посмотрим, такой брутальный мужчина, да, такой весь, вроде бы, даже на шизоида и не похож, а с другой стороны, татуировки, какой-то не очень опрятный вид. С другой стороны, он, вроде, может вести себя, как эпилептоид, руководить и контролировать какой-нибудь бандой байкеров, да. Вот, и действительно, такие моменты, они в жизни есть. И, кстати, действительно, среди байкеров, вот, раздвоение такого типа личности, шизоидно-эпилептоидового, он очень часто встречается. Шизоидно-эпилептоидные такие вот байкеры имеют сразу два типа личности. Но это, опять же, я говорю вот про этих, может быть, рокеров, я в них не особо разбираюсь. Ну, то есть, вот эти вот чуваки в кожанках на Харле и так далее. То есть, вот, бывает, там, я знал пару людей, и они действительно были шизоидно-эпилептоидными. Это не значит, что все, ну, просто вот большая какая-то часть, там, процентов 30-40, наверное, точно можно среди них найти, если не 50. Вот, и, соответственно, вот это вот нужно учитывать. И когда вы мне пишите в комментариях, что вот, там, допустим, нарцисса нельзя, к примеру, там, нарциссам нельзя там как-то сманипулировать, нельзя им сманипулировать, или там, вот, нельзя манипулировать нарциссом сексом. Вы, во-первых, учитывайте, что, во-первых, чтобы манипулировать нарциссом, мы про это поговорим, нужно выявить его вторичный тип личности. Если он смешанный, это огромная брешь, на которую можно влиять. Если это чистый нарцисс, ну, тоже учитывайте такие моменты, насколько ценен этот секс, да, то есть, насколько ценен этот секс для нарцисса. Тут тоже можно будет много о чем поговорить. Но это я забегаю вперед, этот выпуск «Капкан для нарцисса 2» я готовлю для вас чуть несколько позже. Ребят, помогите мне, пожалуйста, набрать просмотры. Я хочу расширить аудиторию, потому что тема достаточно интересная, тема манипуляций достаточно широкая. Мы можем на эту тему говорить, но я хочу, чтобы мы собрались с всей толпой, всем каналам и посмотрели уже этот видеоролик. Потому что я вижу, что очень все равно медленно проходят ваши просмотры этого видеоролика. Кто-то еще не посмотрел, с кем-то там я веду переписку, посмотрели не до конца. Поэтому давайте расширим. И вообще я хочу, чтобы вы поделились, что ли, с людьми тоже. Выпуск такой очень интересный. Помогите мне немножечко раскрутить канал. Как минимум поставьте лайк, подпишитесь на это видео. И, дорогие друзья, помните, что в жизни, как правило, типы личности смешанные. И я такую вот рубрику завел, как психобзор. И, может быть, нам в фильме тоже вот зеленую милю я разбирал, да, там я говорил, что смешанный мотивный эпилептоид может быть. Очень часто такое происходит. Не нужно этого отвергать, не нужно смотреть вот такой поверхностного. Только эпилептоид. Это очень ошибочно. Вот понимаете, вы тогда ограничиваете себя, вы не сможете предсказать поведение человека. В людях всегда, как правило, два-три типа личности, особенно если они достаточно имеют высокий интеллект. Что, как это происходит, еще раз объясню. Вот есть у человека его генетически обусловленный тип личности. И, как минимум, в нем дополнительно развивается какой-то еще один тип личности, который, соответственно, тоже начинает как-то себя проявлять. Ну, с опытом. Да, вот человек не, допустим, не склонен, ну, никак к эпилептоидности. У него мама, папа будут эпилептоид, будут его приучать, он какой-нибудь шизоид. Наоборот, у шизоида эпилептоидные качества появятся. У него будет в квартире аккуратно. Вот я знаю такого шизоида. У него, знаете как, вот он с шизоид шизоидом прям. Причем мой коллега, у него в кабинете был идеальный порядок. У него вот прям все расставлено, значит, по своим местам. Все там, стикеры там, где надо. Я вообще восхищаюсь. Такой порядок у него. Вот все и весь инструментарий, с которым он работал, всегда был обработан. И вот прям сложен, лежал там, где надо. Но мы затрагиваем медицинские аспекты. Я даже у него хочу посоветоваться, там, как, к примеру, ну, лучше, там, какие-то вопросы медицинские с медицинской точки зрения. Мы уходим чуть ли не в магию. Ну, серьезно, человек закончил медицинский институт и так далее. У него там чакры, энергии. Окей, я не осуждаю, не говорю, что плохо в это верить или хорошо. Просто речь-то идет о медицине, о науке, понимаете, какие нахрен чакры. Ну, то есть, там мы обсуждали, я не буду сейчас даваться подробностей, конкретные вещи, абсолютно конкретные. Ну, грубо говоря, вот работа почки. И там вообще вопрос стоит очень конкретно. И вот что за это может так хобана, и перейти до такие высокие материи. Вот, поэтому вот тут как бы нужно очень-очень сильно все эти моменты учитывать. Ну, он-то шизоид, то есть, и общаться с ним надо, как с шизоидом. Хотя нет этих признаков визуальных. Он очень аккуратный, очень хорошо выглядит, то есть, ну, в плане того, что он причесан, побрит всегда там и так далее. То есть, поэтому, ну, не ограничивайте себя, мыслите шире. Вот. Что еще хотел сказать? С экстраверсией и интроверсией так же бывает. Вот лично пример из моей жизни вам расскажу. Я. Ну, в детстве я был очень сильным интровертом. Но из-за того, что в моей жизни попадались очень много экстравертов, там, мне приходилось расти с экстравертами, и работа там, особенно первая, в которой я работал, я работал воспитателем в детском лагере, ну, достаточно долго. Мне приходилось быстро ориентироваться между детьми, в общем, между всех конфликтами там всякими, кто убежал, кто напортачил, еще там, ну, решать какие-то организационные моменты. Потом мне приходилось работать воспитателем с проблемными подростками. Так я, в общем-то, заинтересовался психологией. То есть, суть в чем, то, что я вел тренировки для детей, которые стояли на учете в детской комнате милиции, и, в общем, их было много, тоже всякие конфликты приходилось решать. И все эти моменты, когда у вас там 20 человек, да, и чтобы все эти моменты уловить, вам нужно иметь качество экстраверта. А я был интровертом, то есть, соответственно, я в себе эти качества воспитывал. Ну, и, наверное, заметно, да, у меня речь то быстрая, то медленная, то есть, вот, смесь такая есть во мне. Но вообще, если вам тоже интересно, что такое интроверты, экстраверты, как это применять в типологии личности, вот, то, соответственно, пишите мне внизу в комментариях, можем эту тему с вами разобрать. Дорогие друзья, в конце хочу сказать, не ограничивайте себя в восприятиях типологии личности. Мыслите шире, старайтесь разглядеть в типе личности в одном, да, вот вы нашли эпилептоиды, еще кого-то, вдруг там еще кто-то есть, вы будете все эти детальки, как пазл человека собирать, как такую полноценную, уникальную мозаичку. Потому что мы все с вами очень уникальны, дорогие друзья. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Спасибо вам огромное, что смотрели меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я вас жду на своих консультациях онлайн.